Сила, рубли и Великая Отечественная война, за что русские любят Путина. Марина Ромера Сантандер Элчен Феденчаль, Испания 14 мая 2018 года В начале мая в Москве теплые летние деньки сменяются серыми дождливыми. Точно так же меняется и отношение российского народа к своему президенту, Владимиру Путину. Если в прошлую субботу по всей стране более тысячи человек были задержаны за участие в протестах против деспотичного режима, то 9 мая, во время парада на Красной площади, значительная часть народонаселения слилась в едином патриотическом порыве. В апреле аналитический центр Левада оценил рейтинг Путина в стране в 82%, и популярность его остается непоколебима среди подавляющего большинства населения. Психолог Нигина Бобева, профессор МПГУ, так объясняет газете Эль Конфиденциаль. Эль Чен Феденчаль, эту мистическую связь между русским народом и его правителями, модель поведения Путина создает образ сильного и уверенного в себе главы государства. Поэтому вполне понятно, почему для многих он, самый подходящий президент, способный обеспечить безопасность в стране. И агрессия с внешней стороны, со стороны чужих, приводит как раз к тому, что повышается рейтинг своих. Когда иностранные государства начинают давить на Россию, граждане сплачиваются вокруг сильного лидера. Другими словами, экономическое и дипломатическое давление на Россию, начавшееся после аннеаксии Крыма в 2014 году и усилившееся после недавнего отравления бывшего шпиона Скрипаля и его дочери, не только не смогло разбить настроение в российском обществе, но и упрочило положение Путина, о чем свидетельствуют и результаты прошедших выборов. В основе русского менталитета лежит коллективизм, а на Западе господствует индивидуализм. Русские больше думают о благополучии общества в целом, а индивидуализм ставит интересы конкретного человека выше интересов коллектива, продолжает Нигина Бабиева. Взлеты и падения за 18 лет у власти согласно данным Датасмачера.чон, когда Путин пришел к власти в России в 2000 году, ВВП слегка превышал 281 миллиард евро, а ВВП на душу населения составлял 1921 евро. В 2012 году ВВП равнялся 1,72 триллиона евро, а ВВП на душу населения – 12 тысячам евро. За время с 2000 по 2012 года уровень нищеты снизился с 42,3 миллионов до 15,4 миллионов человек. Весь государственный аппарат купался в деньгах, и страна предвидела свое прекрасное будущее. Богдана, 26-летнего москвича, беспокоит отсутствие прозрачности в административном аппарате. Те, кто участвует в движении против путинской администрации, не хотят мириться со снижением уровня жизни в нашей стране, произволом судов и беспределом представителей властей, говорит он. С 2012 по 2017 год уровень нищеты резко увеличился, с 15,4 до 20,3 миллионов человек. Богдан упоминает еще одну вечную российскую проблему – коррупцию. Есть чиновники на высоких постах, которых поймались по личным, но которые остаются на свободе. Например, бывший министр обороны Анатолий Сердюков. В отличие от Богдана, 25-летний Игорь, тоже москвич, предпочитает видеть скорее достижения главы российского правительства, который 7 мая в третий раз вступил в должность президента. Путин – харизматичный лидер с ясной точкой зрения. Он пользуется уважением многих людей по всему миру. С тех пор, как Путин стал президентом, уровень жизни и экономика нашей страны значительно улучшились, если сравнить с правительством Ельцина в 90-е годы, говорит Игорь. Благодаря Путину улучшилась и демографическая ситуация, выросла продолжительность жизни, которая после падения СССР сократилась, продолжает он. Кричащий мерчендайзинг и военная мощь пешеходный Старый Арбат – прекрасный барометр весенней московской суеты. Туристы бегают по нему из магазина в магазин в поисках сувениров, пресловутых ушанок, но внимание привлекает переизбыток других продуктов. На Арбате можно найти белые магнитики с изображением Путина и красной надписью «Крым наш», календарики и футболки с российским президентом, иногда верхом на медведе, иногда в темных очках и видом типичного злодея Бандианы. В российской культуре фигура Путина уже давно заняла особое место. И пока 9 мая, в 73-х годовщину Дня Победы, на Красной площади будут демонстрироваться ракеты «Кинжал» и другое оружие, Владимир Путин будет наблюдать за парадом с президентской трибуны, зная, что обладает почти безграничной властью над страной. После распада СССР, когда экономика страны полностью изменилась, в России началось противостояние свободы и безопасности, и свобода в этой битве медленно, но неизбежно проигрывает.